Вчера в Малом Зале мэрии областного центра состояла встреча представителей магаданского малого бизнеса с консультантом отдела и лицензирования розничной продажи алкогольной продукции правительства Магаданской области Михаилом Лихолобовым. Именно этот чиновник регулярно выступает законопроектами, запрещающими или кардинально ограничивающими розничную торговлю алкоголем в регионе. Последний раз его инициативу бурно обсуждали в Магадане в январе этого года. Тогда малый бизнес, общественность и муниципальные власти выступили против принятия драконовских мер в условии пандемии, так как это грозит потерей налоговых поступлений в местный бюджет, ликвидацией рабочих мест и ростом безработицы, банкротством магазинов, шаговой доступности. И вот очередная попытка. Техническим исполнителем, реализатором инициативу губернатора в этом области, которое касается введения ограничительных мер в отношении рочной продажи алкогольной продукции, в том числе и в отношении объектов общественного питания. Как вы знаете, ситуация у нас в Магаданской области в целом, ну, назвать ее, скажем так, нейтрально невозможно, она плохая по уровню потребления алкоголя. Наши показатели находятся в самом конце списка, который ведется в «Трезвая Россия», это общественный проект, его руководитель Султан Четанович Канзаев, каждый год он публикует рейтинг трезвости, и по этому рейтингу мы второй год подряд занимаем 81-е место. То есть это все очень плохо. И в реальности наши цифры, которые касаются потребления алкоголя, они двигаются по другую сторону. Наша динамика лыхает. В общем, новых аргументов, обосновывающих, почему нужно давить на розничный бизнес на Колыме и закручивать гайки, областной чиновник, собравшимся, не сообщил. Представители же предпринимательского сообщества привели немало важной и интересной статистики, опровергающей рисуемую некоторыми картинку спивающейся Колымы. Людей вы оставляете 138-267, а выпитое вы ставите приезжими всеми, улусами, чукоткой. Чукотка у нас закупается в месяц по трех миллионам. То, что проходит, скажем так, транзитом, у нас не учитывается, у нас чисто розница транзитом. Да, у нас розницу чукотка покупает на 3 миллиона рублей в деньги и улетает с этим алкоголем. Я еще раз говорю, у нас учитывается только то, что здесь продается в магазине. Что там, что идет в магазине? В магазине, в алкогольной розничной точке у них нет лицензии, и они торгуют вот так вот из-под полы. Они у нас покупают на 3 миллиона в нашей розничной торговой точке и улетают на чукотку. Я согласен, есть издержки. По представленным открытым сведениям, преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершается около 40% от общего количества. В Магаданской области 29%. В целом по России 38%. Наиболее суровые ограничительные меры по торговле алкоголем приняты в соседней Якутии. Там торгуют этой продукцией всего 6 часов в день. При этом в состоянии алкогольного опьянения совершается около половины от всех преступлений. Но самым важным аргументом против, прозвучавшим на встрече, стало отсутствие каких-либо данных у инициатора запретов и ограничений об эффективности или неэффективности аналогичных мер, принятых в других регионах. Получается, что чиновник Михаил Лихолобов предлагает над калымчанами поэкспериментировать. С точки зрения, если смотреть по оценке, естественно, я как предприниматель и как лидер общественного движения против, потому что не учтены все интересы предпринимательского сообщества. Закон, на мой взгляд, необходимо дорабатывать. То, что предпринимательское сообщество в целом против, мы это все видим на этом коррекционном совете. Ну, я думаю, будут сделаны определенные выводы и все-таки закон доработан до идеального состояния. Второй момент, который я хотел бы тоже озвучить, ну, то есть тут напрямую данным законопроектом будут под вопрос вообще дальнейшее развитие каких-то как обычных сетей, так и мелких сетей, которые в свою очередь захотят приобрести тот или иной магазин для того, чтобы развить свою сеть, продолжить какое-то движение.